Заседание комитета по социально-культурному законодательству, хоть и вне стен регионального парламента, идет строго в соответствии с протоколом, начинает его председатель комитета Ирина Сенцова. Заявляет главную тему, которая оправдывает выбранное место. Говорит депутаты, члены правительства и представители общественных организаций будут о реализации госпрограммы по развитию физкультуры и спортов при Ангаре до 2020 года. По направлению физической культуры и массовый спорт мы 76 и 11 в СФО, спорт высших достижений 36 и 6 в СФО, адаптивная физкультура 55 в России и 9 в СФО, материально-техническая база 62 и 11 в СФО и по единовременной пропускной способности спортивных объектов мы на 64 месте и 12 в СФО. Данная ситуация в нашей сфере возникла не вчера и все вы были этому свидетели, развивалась, а точнее деградировала по нарастающим последние 10 лет. Согласно статистике в регионе, спортом занимается всего 21,5% населения. Для сравнения, в Кемеровской области в ней живет почти столько же людей, сколько и в Приангаре, этот показатель почти 39%. Как одно из возможных решений проблемы, при ближайшей корректировке бюджета увеличить финансирование целевой программы почти вдвое, до 1 миллиарда 195 миллионов рублей. Эти деньги пойдут в том числе и на строительство новых спорт-объектов. Но перед этим нужно сделать так, чтобы уже построенные физкультурно-оздоровительные комплексы работали в полную силу. Мэры, депутаты, мои коллеги, я тоже их всех приветствую, они вот так трясут, как грушу, бюджетный комитет, мне достается по этому поводу, по включению этих объектов в бюджет, строительство, министру достается. Приезжаешь в район, а физкультурно-оздоровительный комплекс до обеда закрыт на замок. Возникает вопрос, что у нас происходит? Простая в это еще один крупный объект, бассейн «Солнечный» в Иркутске. Он был построен в 2015 году и до сих пор не передан собственности региона. Хотя со стороны правительства Иркутской области все распоряжения готовы. Документы сейчас находятся на подписи у руководства компании «Газпром» в Москве. С просьбой ускорить передачу объекта к нынешним владельцам обращались и депутаты, и профильное министерство, однако пока безрезультатно. Спикер регионального парламента Сергей Брилко призвал действовать более жестко, чтобы в кратчайшие сроки все-таки решить этот вопрос. Галина Тернева, Александр Барановский. Новости сейчас.